Привет, это IT News, новости из мира хай-тек. С вами Диас Иркинов, поехали! Японские инженеры разработали революционный рюкзак Джизай Армс, который оснащен подключаемыми роборуками. Этот инновационный продукт предлагает пользователям дополнительные возможности и облегчает выполнение повседневных задач. Каждая из роборук управляется автономно или с помощью специального контроллера. На текущем этапе разработки управление руками может быть сложным и требовать нескольких операторов для выполнения некоторых движений. Однако в будущем планируется обеспечить управление роборуками силой мысли с использованием нейроинтерфейсов. Разработчики Джизай Армс предусмотрели возможность замены кистей роборук, что позволяет адаптировать их к различным задачам. Например, стандартную ладонь человеческого типа можно заменить на специализированные захваты для работы с определенными инструментами или предметами. На данный момент рюкзак является концептом, но создатели продолжают работу над усовершенствованием конструкции и внедрением технологий нейроинтерфейсов для управления. В случае успешного развития этого проекта подобные решения могут стать значительным прорывом в области роботехнологии. Подобные решения могут стать значительным прорывом в области роботехники и изменить наш подход к выполнению рутинных задач. Компания Microsoft планирует перенести свои исследовательские операции в области искусственного интеллекта из Китая в Канаду, сообщает Financial Times. Это движение может привести к закрытию важного образовательного центра в Пекине Microsoft Research Asia, который долгое время был учебной площадкой для выдающихся инженеров в области искусственного интеллекта из Китая. Сообщается, что образовательный центр уже начал процесс оформления виз для своих лучших исследователей искусственного интеллекта, чтобы перевести их в исследовательский институт компании Ванкувере. Международные источники подтверждают, что Microsoft планирует перевести от 20 до 40 человек в новую лабораторию, которая будет включать в себя экспертов из различных стран. Такой шаг со стороны Microsoft является реакцией на растущее политическое напряжение между США и Китаем. Он также выступает в качестве стратегического маневра для предотвращения ухода их лучших специалистов в местные технологические компании. По данным из нескольких источников, два сотрудника из исследовательского института уже отклонили предложение о работе от крупных китайских интернет-компаний и вместо этого подали документы для получения визы и последующего переезда в Канаду.